всем привет камеры последних версий iphone способны снимать невероятно круто но видео хорошего качества это лишь малая часть процесса создания видеоконтента если вы планируете поделиться им с друзьями семьей выгрузить на одну из ваших любимых платформ социальной сети или создать онлайн и видеокурс то классное видео должно состоять из хорошо смонтированных клипов добавленных логическом порядке переходов и эффектов иногда титров и самое важное оптимальный звук и музыка для поддержки истории которую вы хотите рассказать а ему это мощное приложение для редактирования видео которое позволяет вырезать видеоклипы размещать и менять их местоположение на временной шкале добавлять переходы музыку и эффекты программа есть и на русском языке но лучше всего то что ее можно бесплатно загрузить из магазина приложений так что если у вас установлен а с 13 на вашем телефоне или айпад зайдите в appstore и просто скачайте его в этом видео полное руководство по последней версии ему и выпущены в середине 2019 года и действующие с 2020 мы рассмотрим все основные функции приложения для вашего удобства в описании к видео добавлен тайм-код подписывайтесь на канал ставьте лайк если видео будет полезным для вас и поехали скачайте программу ему и бесплатно откройте ее и вы сможете следовать вместе со мной я покажу вам все возможности программы инструменты которые позволят вам создавать невероятные видео за минуты прямо вашем iphone мы познакомимся с интерфейсом начнем с импорта видеоклипов ваш проект затем продемонстрируем как обрезать видеоклипы переставлять их на временной шкале добавлять переходы между видеоклипами добавлять наложение текста создавать эффект картинка в картинке и разделение экрана ускорять и замедлять видео накладывать музыку и голос за кадром и наконец я покажу как выгружать ваш окончательно смонтированный фильм ваш мобильный телефон и ваши любимые социальные сети итак начинаем и первое чему научимся это создавать новый проект и добавлять в него фото и видео вы можете держать ваш iphone вертикально или горизонтально но я рекомендую горизонтально кстати когда вы снимаете видео держать ваш телефон тоже лучше горизонтально когда вы открываете ему в первый раз то попадаете во вкладку проекты здесь вы можете создать ваш новый проект поэтому кликаем на кнопку плюс появляется окно с выбором создать фильм или трейлер сегодня мы разбираем как создать фильм опция трейлер дает вам возможность следуя по шаблону создать трейлер для фильма в голливудском стиле я также сделал ролик и разобрал как создавать трейлеры ссылка ниже в описании а мы продолжаем создавать наш фильм самого начала итак нажимаем кнопку фильм и вы попадаете в папку вашей медиатеке на iphone если вы находитесь какой-либо из подкатегории нажмите кнопку медиафайлы в левом верхнем углу чтобы вернуться верхний уровень папки медиафайлы вы можете выбрать ваш контент из папок моменты видео фото и альбомы заходим в папку видео меня некоторые видео сохранены в разных альбомах выберу альбом ferrari мы видим все доступные клипы в этом альбоме поэтому для добавления видео просто делаем клик на ролик и нажимаем галочку если вы не уверены вы можете просмотреть клип нажав кнопку play до того как вы добавили видео в проект мы можем использовать желтые планки слева и справа от выбранного клипа для выбора меньшего сегмента ролика просто кликаем на них и тянем поэтому мы можем добавлять проект только ту часть видео которую хотим добавить это сэкономит нам кучу времени при монтаже но в любом случае помните что мы сможем подрезать и изменить длительность клипа и позже на основной временной шкале и так я тяну левую желтую планку и глядя на превью выбираю момент которого мой клип начнет проигрываться затем правую планку чтобы выбрать момент окончания теперь у меня гораздо меньше клип содержащий только тот контент который я хочу добавить в мой проект кликаю на галочку и продолжаю выбирать ролики для добавления теперь я хочу добавить фото в мой проект в левом верхнем углу кликаю на кнопку видео затем медиафайлы чтобы вернуться в основную директорию затем кликаю на папку фото выберу опять папку ferrari а затем помечаю галочками те фото которые хочу добавить после того как вы закончили выбор видео и фото нажимаем создать фильм внизу экрана обычно когда вы первый раз добавляли медиафайлы а ему и поместит вас на последний добавленный ролик вам нужно смогнуть вправо вдоль иконок чтобы добраться до начала до самого первого клипа вы можете обнаружить что у клипы добавлены на временную шкалу не в той последовательности в какой необходимо поэтому первое что я покажу это как переставлять их в правильном порядке допустим я хочу перенести клип из середины фильма в начало делаем клик удерживаем и перетягиваем до тех пор пока ролик не переместиться на первое место мы можем укоротить длительность клипа и выбрать необходимую часть также кликнув на него и глядя на превью двигая появившиеся желтые планки по бокам таким же способом можно поставить все клипы в правильном порядке и теперь мы готовы добавлять переходы переходы автоматически устанавливаются в виде иконок между роликами кликаем на иконку и мы видим подменю в котором мы можем выбрать различные стили перехода например без перехода тогда мы получим чистую обрезку между клипами далее идет тема о ней поговорим чуть позже наплыв устанавливается по умолчанию а также слайд шторка и затухание слева мы можем выбрать также и длительность перехода от пол секунды до одной полутора и до двух секунд чтобы посмотреть в реальном времени как выглядит добавленный переход кликаем на конец предыдущего клипа и нажимаем кнопку play далее мы рассмотрим как обрезать видеоклипы для этих целей я специально добавил длинный клип на временную шкалу предположим что я хочу разрезать его на три разных клипа кликаем на него выбираем ножницы слева внизу экрана мы имеем несколько опций разделить отделить дублировать и удалить если выбрать опцию разделить то клип будет разрезан в том месте где головка проигрывателя находится на временной шкале я могу дублировать клип еще раз дублировать или удалить полностью я хочу обратить внимание на опцию отделить мы можем отделить аудио от видео данной кнопкой если видео есть запись аудио мы можем отделить его перемещать по временной шкале и использовать независимо или мы можем изменять его громкость далее мы посмотрим как можно менять скоростью диаклипа кликнув на следующую иконку рядом с ножницами мы видим появившуюся полосу прокрутки прямо под миниатюрой клипа это дает нам возможность уменьшить скорость до 1 8 от реальной скорости видео если потянуть бегунок влево к черепахе кликнув на play мы можем посмотреть превью или ускорить воспроизведение в полтора в 1 в 1 целую три четвертых и в два раза двигая бегунок вправо к зайцу смотрим превью нажмем кнопку паузы нажав на сброс справа внизу мы можем вернуть клип к его первичной скорости воспроизведения нажав кнопку стоп-кадр мы создаем стоп-кадр в любом месте этого видеоклипа можем двигать желтые планки меняя длительность стоп-кадра если вы хотите вы можете добавить сколько угодно стоп-кадров и изменить их длительность соответственно кстати если вы хотите отменить сделанные вами изменения нажмите кнопку отменить в правом верхнем меню давайте перейдем к другому видеоклипу чтобы посмотреть другую функцию это контроль громкости чтобы изменить громкость кликаем на следующую иконку и двигая ползунок можем плавно менять громкость от 0 и аж до 500 процентов это может быть полезным если мы работаем с клипом в котором очень тихая аудиозапись следующая опция это добавление текста к вашему видео нажимаем на 4 по порядку иконку но перед этим я хочу обратить ваше внимание на функцию которая позволяет нам легко изменить кроп видео то есть обрезать кадр если в кадр попадают ненужные предметы для того чтобы сделать кроп или приближение зум нажимаем на клип который мы хотим изменить затем нажимаем иконку зум справа вверху превью кадра и позиционируем пальцем так как нам нужно можем нажать play чтобы посмотреть что получилось возвращаемся к добавлению текста кликаем на клип на временной шкале чтобы появилась под меню выбираем инструмент текст программа предлагает различные стили текста которые можно применить них разные шрифты а также присутствует анимация первой титр помещается в левый нижний угол кадра мы можем делать изменения нажимая начало середина конец посмотрим следующее у этих титров мы можем менять позицию по центру или размещать их внизу выберем любой из понравившихся чтобы изменить текст кликаем на титры в превью удаляем существующую надпись и добавляем свою чтобы посмотреть перемещаем головку проигрателя влево и нажимаем кнопку play следующая опция это инструмент фильтров которая позволяет нам добавлять к видео креативные фильтры такие как блокбастер вестерн взрыв два цвета камуфляж немое кино ретро синий туманный и черно-белый если вы хотите добавить эффект ко всему фильму они только к одному клипу вам необходимо сделать это в настройках проекта мы рассмотрим это чуть позже если вы хотите создать эффект картинка в картинке или разделить экран кликаем на плюсик в левой части экрана теперь мы можем выбрать фото или видео для добавления к уже существующему я собираюсь добавить несколько видео крайне размещенному на временной шкале нажимаем на видео теперь я могу создать ту часть ролика которую я хочу разместить двигая желтые планки нажмем play чтобы посмотреть если нас все устраивает выбираем иконку с тремя точками и во всплывающем меню нажимаем картинка в картинке как вы видите теперь у нас добавлен эффект где есть основное видео и последний добавленный клип в небольшом окошке расположенный верхнем левом углу если вы хотите изменить его местоположение выберите его на временной шкале чтобы появилась желтая рамка затем кликните на инструмент позиции который появляется на превью справа инструмент позиции станет голубым кликните и потяните окошко чтобы поменять его позицию иконка снизу позволяет нам добавлять или убирать границы а иконка зум сверху позволяет нам приближать и делать кроп подрезку видео идем дальше и рассмотрим эффект разделения экрана который позволяет нам размещать видео рядом в одном кадре кликаем на нужный клип затем на кнопку плюс в этот раз добавим фото выбрав нажимаем иконку с тремя точками и кликаем на разделение экрана мы можем двигать клип меня его положение относительно основного видео на временной шкале по умолчанию программа добавляет ролики размещая их слева и справа но мы можем изменить положение для этого выбираем последний добавленный клип на временной шкале и нажимаем появившийся в превью в правом углу инструмент видят двух стрелок лево право вверх-вниз и так далее если мы выбрали расположение вверх-вниз на втором изображении мы видим черную незаполненную часть кадра мы можем исправить это выбрав инструмент зум и раздвинув кадр двумя пальцами и изменив его положение как мы хотим следующая крутая функция которую мы рассмотрим это как добавить и отредактировать на вашем iphone видео на зеленом фоне с помощью iMovie эта опция была добавлена в программу относительно не так давно а именно где-то в середине 2019 года чтобы коротко продемонстрировать вам как эта функция работает я добавлю два разных видеоклипа первым я размещу на временной шкале фон выбираем нужный фон и нажимаем плюс клип размещается на временной шкале сразу после того места где располагалась головка проигрывателя теперь у нас есть фон и сверху я хочу добавить клип снятый на зеленом экране для этого нажимаю плюс нахожу необходимое видео которое я специально подготовил нажимаю иконку с тремя точками и выбираю зеленый синий экран хочу отметить что данный эффект работает как с роликами снятыми на зеленом так и на синем фоне и так нажимаем зеленый синий экран и видеоклип размещается над фоном и автоматически встраивается убрав зеленый цвет если он не совсем правильно размещен нажимаем на него пальцем и перетягиваем в нужное место давайте посмотрим что получилось великолепная работа сделана автоматически если сейчас выбрать видеоклип зеленым фоном на временной шкале то в превью справа появились некоторые расширенные параметры для работы с данным эффектом мы можем потянуть углы для обрезки также есть настройка перекрытия мы можем менять уровень силу эффекта если сделать ее слишком слабой появляются зеленые цвета в некоторых местах клипа поэтому нам нужно найти оптимальную точку перекрытия вот такой эффективный автоматический способ добавить видео на зеленом фоне на нужный нам фон следующая функция которую хочу вам показать это как добавлять эффект который в программе называется перебивка перебивка позволяет разместить видео поверх уже размещенного на временной шкале для этого опять нажимаем кнопку плюс слева выбираем клип для добавления и кликаем на иконку с тремя точками в этот раз выбираем перебивка и видим что кадры помещаются непосредственно сверху существующего на временной шкале клипа мы можем менять положение и длительность добавленного ролика далее рассмотрим как добавлять наш проект звук за кадром для этого мы снова нажимаем кнопку плюс слева выбираем папку аудио затем саундтреки здесь мы видим музыку которую мы можем использовать бесплатно и легко добавить в наш проект некоторые саундтреков могут быть не скачены на ваш iphone поэтому вам нужно кликнуть на них дождаться скачивания и затем снова кликнуть для добавления на временную шкалу аудио размещается непосредственно снизу под видео имеет зеленый цвет если кликнуть на него непосредственно вы можете видеть звуковые волны и менять громкость так как вам не нужно мы можем также добавить затухание в начале и в конце если это необходимо если мы хотим добавить несколько звуковых дорожек в наш проект на временной шкале выбираем момент кликаем на аудио затем на ножницы обрезаем и удаляем снова нажимаем плюс и идем выбирать следующий трек нажимаем плюс и новая аудиодорожка добавляется к нашему проекту вместо установки головки проигрывателя на временной шкале теперь посмотрим как добавлять наложение голоса опять жмем на плюс и прокручиваем вниз до кнопки наложения голоса кликаем и видим в режиме предварительного просмотра уровень записи звука на iphone нажимаем запись идет еще три секунды и мы начинаем записывать нашу речь когда закончили нажимаем стоп вы можете выбрать отмена чтобы отменить эту запись записать еще раз если вы остались недовольны прослушав ее нажав соответствующие кнопки или окей чтобы перенести запись на временную шкалу проекта мы видим что наложение голоса размещается сразу под видео но над добавленной аудио дорожкой и имеет фиолетовый цвет мы можем добавлять наложение голоса столько раз нужно выбирая соответствующее место проекта на временной шкале и кликая на кнопку плюс это в значительной степени основные функции для монтажа видео в программе аймови но есть еще пара вещей которые хочу показать вам до того как я закончу этот ролик первое это настройки проекта что позволяет нам добавлять эффекты в наш проект как я показал ранее вы можете добавлять их в отдельные клипы на временной шкале а в меню настройки проекта вы можете применить фильтры ко всем клипам одновременно для примера если я хочу чтобы весь мой фильм был черно-белым кликаем на черно-белый фильтр и он добавляется за один клик на весь проект следующая опция которая у нас есть это выбор конкретной темы из предустановленных в программе аймови эти темы могут быть найдены в разделе трейлеры поэтому если вы хотите взглянуть на них идем назад в раздел проекты и создаем новый проект смотрим превью всех трейлеров чтобы понять какая тема может быть интересно и подойдет к нашему проекту каждая тема имеет свой стиль переходов титры и музыки определившись темой мы можем в настройках проекта добавить основную тему саундтрека наплыв из черного и наплыв в черное и последнее тон зависит от скорости эта функция определяет где меняется скорость воспроизведения видео и меняет тон аудио соответственно для примера если вы сделаете замедленную съемку slow motion то и аудио будет проигрываться медленно и звук будет странным если вас это устраивает вы можете оставить данную функцию если же вы хотите оставить аудио целостным и неприкосновенным когда вы меняете скорость видео отключите эту опцию и последнее как экспортировать ваш проект когда он закончен мы можем просмотреть наш фильм в превью если нас все устраивает нажимаем кнопку готова в левом верхнем углу экрана этим мы сохраним наш проект в папке проектов программы айму и кликаем на среднюю иконку внизу экрана для того чтобы поделиться нашим фильмом мы можем использовать airdrop чтобы передать его на другое устройство или поделиться facebook instagram ватсап телеграм или на другой платформе социальной сети или в дропбокс google drive мы также можем выбрать скопировать экспортировать и сохранить проект когда мы выбираем опцию сохранить у нас появляется выбор разрешения видео от 360 пикселей до наибольшего 4к спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал здесь ничего лишнего ставьте лайк если понравилось видео и пишите ваши комментарии обратная связь много значит для нас спасибо за меня